Привет всем, с вами Рекес и разработчики назвали точную дату выхода новой третьей карты Санок на основные сервера игры. И всегда такие обновления знаменуют что-то большое, глобальное и крупное. А если учесть, что последними ориентирами разработчиков была оптимизация и сейчас появились еще небольшие намеки, то нам стоит ждать приятных изменений при выходе данной карты. Но давайте все по порядку. Карта Санок выйдет на основные сервера игры 22 июня 2018 года. Точное время пока еще не указано, но я думаю, что за день или за два выйдет патчноут и полностью расскажут разработчики, когда, что изменится и насколько сильно. Очень примечательно, что 22 декабря был релиз игры и выпуск ее в основной свет в стиме. И 22 июня выпускается новая карта и еще зимой будет четвертая по счету карта. То есть разработчики сделали себе такой небольшой ориентир, одна карта раз в полгода и выпускают они четко по графику с периодичностью в 6 месяцев. Посмотрим, будет ли эта тенденция сохраняться. Если да, то уже получается через год карт будет 6, через 2, 8 и так далее. Будет довольно-таки интересно, очень хорошая тенденция. Саму карту Санок можно было длительное время тестировать на экспериментальном сервере. В принципе работала она неплохо, но разработчики еще обещали ее оптимизировать на последнем тестировании, чего так и не сделали. Видимо, сохранили интригу до выпуска на официальные сервера игры. И недавно комьюнити менеджер опубликовал сообщение, в котором изложил еще небольшое количество планов разработчиков на ближайшее будущее. Вот что он написал. Я знаю, что игра по-прежнему обладает огромным потенциалом, и я настроен очень оптимистично, особенно после того, как меня посвятили во все ближайшие перемены, запланированные на остаток года. Однако мы по-прежнему будем скромны, потому что еще даже близко не раскрыли весь потенциал игры. Мы тоже недовольны тем, как сейчас работают серверы. Причины этих проблем слишком сложны, чтобы их описывать. Однако, как мне кажется, на текущий момент приоритеты у команды разработчиков выглядят следующим образом. Первое место это качество работы серверов, второе оптимизация и третье античит. Устранение рассинхронизации десинков это сейчас первоочередная задача для разработчиков. То есть будем надеяться, что уже к 22 числу, ну либо может быть совсем чуть-чуть позже, разработчики устранят десинки и сделают так, чтобы играть было максимально комфортно. Но обычно эта проблема возникает только в начале игры, там очень сильная нагрузка на сервер, и будем надеяться, что разработчики ее исправят. Также комьюнити менеджер указал, что скорее всего позднее на этой неделе мы сможем получить еще одно письмо от разработчиков, которое будет подробно излагать все их идеи по поводу оптимизации и дальнейших изменений. До этого уже было такое письмо буквально полторы недели назад, и там очень подробно рассказали, как будет оптимизироваться игра, и после этого вышел патч, который действительно добавил неплохое количество FPS. У меня лично прибавилось где-то 15, а иногда даже 20 кадров. Так что если разработчики сохранят подобную тенденцию, то очень скоро играть будет комфортно практически на любом железе, и не будет каких-то провисаний, лагов и неприятных вещей, которые раздражают нас в PlayerUnknown's Battlegrounds. Ну а пока сжимаем кулачки и держим курс на 22 июня, надеюсь, что изменения будут крайне заметны, ну и узнаем мы об этом очень скоро, осталось всего-то каких-то 10 дней. Ну а на сегодня все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, также напишите в комментариях, как вам предыдущие изменения оптимизации, к чего вы ждете от игры и насколько вы хотите уже поиграть на основных серваках на новой третьей карты санок размером 4х4. Также хотел бы вас всех пригласить сегодня на стрим, он будет в 18.00 по московскому времени, приходите, ждать буду каждого, поиграем, пообщаемся, возьмем парочку топчиков. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.